Поэт, его звали Робин Дранат Тагор, и он когда из жизни уходил, он своей жене прочитал стихи, как напутствие, что он уйдет из жизни, и он обязательно вернется в сердце к ней через память. Он ей рассказывал, что мы все рождаемся, уходим из жизни, мы идем от одного берега к другому в жизни, но моя любовь — это вечный закон, который даст возможность нам встретиться вновь, потому что мы правили, мы прошли этот путь, у нас чистое отношение, светлое отношение. Бог не разлучает людей, если нет необходимости. Мы сами разлучаемся, потому что мы не сдаем экзамен, мы все время что-то хотим друг от друга, все время ревнуем, эксплуатируем друг друга. Если мы любовь использовали, то Бог нас не встретит, вместе мы не встретимся потом. А вот если мы прошли эти этапы, только через веру в Бога можно пройти эти этапы очищения своей любви. Ты, если чисто относишься к человеку, чистая светлая память о нем остается, ты хочешь ему служить, помогать, но ничего не желаешь от него, тогда в этом случае продолжение будет. «Давай мне мужика, мне больше никто не нужен» — это называется зависимость. Любовь означает, как бы, ты даешь свободу человеку, если он хочет улететь, то пусть улетает. Любовь означает чистая, светлая память о человеке, светлое чувство, не зависимость. Зависимость означает, что ты не можешь любить, у тебя не хватает для этого энергии. И энергия — это идёт от Бога. Берешь у Бога энергию и отдаёшь человеку. Берёшь энергию — отдаёшь. Называется бесколесная любовь. По-другому не получится, потому что если ты отдаёшь энергию, тебе нужно назад её. Это называется взаимность. Но между людьми нет взаимности, потому что мы эгоисты. Мы не развитые люди, мы все здесь. Развитые все там, наверху живут. А мы здесь все эгоисты. То есть мы берём и не оцениваем. Вот, допустим, муж, жена с любовью готовит, муж поел. Он отдаст вам назад благодарностью то, что вы в него вложили или нет? Отдаст? Нет. Нет. Он вот так вот, он взвёт вот. Всё, что она отдаст. А если на него есть? Да? Ну и всё равно не столько энергии, сколько вложили. А? 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 Спасибо, наелся. Я пошёл, короче. Приходи, если что. Я стараюсь, когда жена меня накормила, я очень благодарю. Но очень трудно отдавать всё, что человек вложил. Мы не можем, мы такие слабые. Мы только берём и наглеем от любви. Вот если сильно любить человека, он берёт её, хавает и наглеет. Хавает и наглеет. Потом сваливает в другой город. И всё. Вот это всё, что мы делаем, понимаете? Вот у нас такая программа заложена в нас. Поэтому настоящая любовь означает брать у Бога. Вот если берёшь у Бога, тогда можно по-настоящему любить. Брать у Бога и бескорыстно отдавать. Улетаешь, лети, пожалуйста. Позже отпразднуем встречу. Настоящая любовь, когда человек может по-настоящему любить, если он не зависит от человека. А зависимость возникает от того, что мы любовь, веру вкладываем не в Бога. Любовь, вера — это та любовь, которую никогда не потеряешь. Невозможно потерять. Но если человек теряет любовь и думает об этом, не может от этого отвлечься, значит, у него любовь, вера в человека. Потому что когда ты веришь в Бога, ты теряешь кого-то, ты сохраняешь себя и дальше идёшь по жизни. Мы здесь временно все встречаемся, разлучаемся. Мы не будем вечно друг с другом, понимаете? Может, там, ладно, он в Екатеринбург уехал, а если он уедет на другую планету? Означает смерть тела. Что тогда ты будешь делать? Поэтому нужно учиться отпускать честно, благородно, давать дальше жить, не держать возле себя. Вчера одна женщина плакала, подошла ко мне. У неё вот бывают, знаете, ангелы, дети такие, рождаются. Они рождаются ненадолго. Для того, чтобы подарить ангелскую чистоту человеку, подарить ей любовь, счастье. И потом улететь, понимаете? И она вот, такие ангельские дети, они уходят из жизни там в молодом возрасте все. Это уже классика жанра. Они все идут в рай. И там дальше радуются. Но мы не можем отпустить. Мы плачем, страдаем от того, что такой человек меня покинул. А надо радоваться, потому что ему хорошо там. Но мы не чувствуем, что ему хорошо. Мы не чувствуем, что ему хорошо. Мы только себя чувствуем, понимаете? И постоянно плачем. Нам хочется назад человека. Это любовь или не любовь? Любовь — это когда ты человеку даёшь возможность быть счастливым. Вот это любовь. Конечно, нам хочется, чтобы рядом был человек. Но надо всё равно отпускать. Когда мама от жены ушла из жизни, она была абсолютно здоровым человеком. Мне всё было классно. Ну, как, в 78 лет уже человеку там сердечный приступ возник. И она ушла буквально через два дня. Неожиданно для кого-то. Но перед тем, как она уходила, там неинтересные вещи происходили. Например, она никогда мне такого не писала. Она мне написала, «Олег, ты у меня самый-самый-самый лучший зят на свете. Спасибо тебе за всё. Таких больше нет». Прощалась с ней. И когда я последний раз поехал в поездку, она вышла меня провожать. Никогда не выходила. Она живёт рядом с нами. Она специально ходила возле дома, ждала. Ходила, ходила, когда я выйду. Вот так волновалась, ходила, ждала. И когда я поехал, она меня обняла, прощалась со мной. Хотя она не знала, что она уйдет из жизни. И в этот день, когда её забрали на скорую, моя жена к ней пришла, легла ей на колени, говорит, «Мамочка, ты у меня самая любимая. Тебя так люблю». Вот мама сказала, «Тебя тоже очень люблю, доченька». Потом она маме сказала, «Мама, а ты задумываешь о смерти вообще?» Она говорит, «А чего не задумываться?» Говорит, «Ну если я уйду из жизни, меня не закапывайте в землю сырую. Лучше сожгите и пепел разбросайте в святом месте». То есть она дала завещание, что делать с телом. Это Господь так заботится о людях. Он дал ей вот это вот, а не такой разговор он им дал. И потом дальше дочка уже не увидела маму после этого. Она увидела только тело, которое лежало в гробу уже без жизни. Но так как и дочка, и я, мы прошли это обучение, что такое любовь, мы прошли это обучение, то после этого мы начали искренне молиться. Вот моя супруга ставила фотографию своей мамы и просто думала о Боге, молилась и целовала мысленно, «Мамочка, я тебя так люблю!» И вот так вот она молилась и молится до сих пор. Любовь не означает слезы. Любовь означает чистая и светлая память. И если человек эту чистую память не может в своем сердце культивировать, это значит, что он недостоин любви, он слабак. Иногда я срывался. Мама занималась теплицей, она выращивала нам зелень. И когда я в теплицу зашел, она много зелени вырастила, там у нас зимняя теплица. Когда я зашел в эту теплицу, то я увидел зелень эту и просто упал там, сорвался. Но потом посмотрел на маму, она тоже ей плохо стала от того, что мне плохо. Я думаю, нет, 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 так не пойдет. Я начал проявлять храбрость. То есть я начал думать о Боге, вспоминать Его и отдавать ей эту память. Так храбрый человек так себя ведет, а слабый человек скулит, стонет, ноет. Вот. И мама пошла вверх. Сразу. Я когда понял, что она ушла из жизни, узнал об этом, я увидел, что ее уже все как бы ждут. То есть она уже готовилась идти вверх. И потом ее посадили на такую специальную колесницу и повезли. Ну, психическое тело. Она же в психическом теле в своем. И когда она земной уровень пересекла, и это есть невидимое солнце такое, которое питает все звезды светом. Это невидимая энергия. Но на психическом уровне есть такое солнце. Оно по размерам. Вот солнце наше вот такой шарик, а это невидимое солнце, оно вот такое вот. Отсюда даже так видно. На тонком плане. А луна невидимая, которая все луны питает своим светом, еще больше по размеру. Как в фильмах иногда луну такую рисуют. Это вот и есть вот эта райская планета. И люди, которые, ну, не хотели заниматься духовной практикой, если они добрые дела делали, они идут по лунному пути в рай, в сторону вот этой невидимой планеты, не нашего спутника Земля, а вот этой невидимой планеты. И они попадают в рай, где все просто наслаждаются жизнью. А те, которые хотят продолжать духовную жизнь, они идут в рай по солнечному пути. И она пошла в рай по солнечному пути, чтобы дальше заниматься. У нее сейчас куда, где на планете она родится, там все молятся Богу. Все по голову. Вот. И она пошла по солнечному пути, когда она земной уровень пересекла, у ней над головой такой... Нарисовался желтый такой контур. Это как вот на иконах рисуют, я увидел, ничего себе. Касса — это вот эти ангелы, которые приходят людям помогать, они все по солнечному пути идут. Что это там за фигня, наверное, на экране? Зачем это все включать вообще? Какой-то бред. У нас же лекция идет. Вот. И у нее вот такой желтый такой возник. И потом она прилетела через 8 дней на эту планету. Через ее глазами я начал туда смотреть. Там намного ярче, чем здесь краски. Вот если раз в 10 яркость увеличить здесь, что происходит, там такие краски. Красиво все очень, красочно. Ярко все очень. То есть сегодня не умирает на самом деле. Мы вечное отношение имеем. То же самое, вот допустим, молодой человек ушел. Если у тебя правильная любовь в сердце, ну, подари ему счастье, ну, ему так будет лучше. Он же знает, как ему лучше. Зачем его себе хотеть? Это не любовь. Это называется зависимость. А любовь у человека всегда возникает, если он обретает самостоятельность внутренняя. Душа по своей природе, она не может жить сама по себе без помощи. Вот есть и Бог. Он наполнен энергией. И он всегда самодостаточный. А мы всегда наполняемся. Нам надо наполняться энергией природы, чтобы содержать психическое тело. И душа точно так же, она или от людей, от душ вокруг окружающих берет, энергию. Это называется вера в человека. Именно вера наполняет человека. Или берет от Бога. Но Бог — это как солнце. А от людей, когда ты берешь, ты питаешься маленьким источником. И поэтому любовь к Богу и любовь к людям вообще по природе разная. Вот, допустим, ты когда Бога любишь, то у тебя внутри легкость, чистота, светлое чувство такое, радость и спокойствие. А когда любишь человека, так как любви не хватает, там напряжение создается. И поэтому к человеку любовь всегда горячая такая. Она больная. Ты когда человека любишь, ты болеешь этим человеком. Тебе плохо, горит сердце. Когда Бога любишь, оно остывает, легкость такая, чистота, радость, счастье и вечность внутри. А когда от человека любишь, то начинаешь поджигаться. И нам всем хочется горячее, нам всем хочется вот этого, ну, поджаренного нам всем хочется, понимаете, в этом мире. Мы ждем горячей вот этой любви от людей, мы ждем вот этого горячего. А любовь к Богу мы не чувствуем, как что-то хорошее, потому что сердце успокаивается, хорошо станутся, а хочется жареного, хочется там, чтобы такой веселее жизнь была. Вот так. Вот так. Вот. Но пока человек так думает, что это и есть настоящая любовь, он будет страдать в этом мире. Но как только он настоящую любовь почувствовал, чистую, светлую, она тоже потом привязывается к Богу, ты привязываешься, думаешь о Нем постоянно. Но это другие чувства, они более чистые, светлые, возвышенные. Тогда ты можешь уже питать этой энергией других людей. Потому что иначе мы как любим, мы не питаем кого-то энергией, а мы требуем, к себе внимания, любви. И вот эта требовательность, она разрушает отношения. Чем сильнее человек любит, тем больше с ним невозможно находиться рядом. Вот поднимите руку, у кого такая ситуация была в жизни, что вас сильно полюбили, и вы не выдержали, просто невозможно было находиться рядом. Видите, сколько людей. И пришлось разорвать отношения, потому что это невозможно. Человек просто тебя выматывает, то есть возникает жуткая ревность, там, на того не смотри, истерики, эмоции, там, и все просто, а-а-а, вот так. Человек не дает тебе жить, он контролирует тебя постоянно, ходит, смотрит, что ты делаешь, он постоянно думает о тебе, он такой все, постоянно вот «Я хочу быть с тобой! Я так хочу быть с тобой!» И вот так постоянно. Ну, с ума же сойдешь. Невозможно. Вот. И невозможно, то есть убегает человек. Но если ты наполненный Богом, ты любовь, та же самая любовь же есть, Бог соединил людей, ты тогда эту любовь не требуешь, а отдаешь. Ты начинаешь что-то делать, желать для человека, что-то помогать ему. И тогда все нормально будет. Тогда все налаживается. Понимаете, когда ты хорошая что-то делаешь для человека, он что, будет от тебя убегать? Ты ему только блага, добра желаешь. Счастья ему хочешь, всегда заботишься о нем. Никто убегать не будет. Убегает, когда ты все соки выпил, как бы, выматываешь человека своей любовью, требуешь от него любви. У детей маленький, какая любовь, отдача или принятие? Принятие, они маленькие, они требуют, требуют. Но почему мать не бросает его, ребенка? Почему ей тяжело с ним, она устает, потому что он ее выматывает, но она остается рядом. Почему? А? Как? Божественное. Потому что Бог, потому что Бог, дает тебе свою энергию взамен. Вот ребенок жаждет наслаждаться, а Бог от ребенка, через ребенка, наполняет мать силой. И получается обмен. То есть ребенок требует у тебя, забирает, а Бог тебе дает. Идет обмен такой. Бог неисточник, неисточник любви, поэтому так он защищает маленьких детей. А? С отцом такой же обмен, если он любит жену. Вот он жену любит, через нее он будет получать эту любовь детей. Если перестал любить, все, заканчивается обмен сразу, резкочка. Только через мать идет такой обмен. Поэтому мать это святое. Все знают, что мать это святое. Нельзя убивать женщину, беременную женщину, с детьми. Когда вот люди убивают, то есть они божественную любовь убивают. Ну, женщина с детьми кому плохо сделает? Она же ничего плохого не делает. Она просто с ребеночком. Все, ее не надо трогать. Там война, допустим, идет. Ну, там сражайтесь, пытайтесь там воевать, защищать свою родину. Но, если ты видишь женщину с ребенком, не надо ее убивать. Зачем ты ее убиваешь? Если человек это делает, он идет в ад потом. Потому что это грех. Следующая тема кризиса или конфликта, это тема веры. И это самая главная тема, потому что все люди на земле, которые неправильную веру сформировали, а неправильная вера сформируется из-за чего? Из-за того, что жизнь так действует. Ребеночек родился, в ребеночка верим. Влюбился в кого-то, верим в женщину или в мужчину. Вот. Некоторые умудряются верить в квартиру или в дом или в машину. Там, хочу дом, умирает человек. Или верить в Америку, там, хочу в Америку. или там, еще куда-нибудь. Хорошо там, где нас нет. Всегда. И когда человек верит во что-то, не в Бога, а во что-то другое, то это приведет обязательно к стрессу. Кризис уже возникает от того, что ты спонтанно принял веру. Вот ребеночек родился, начала в ребеночка верить. Через этого ребеночка к тебе и придут кризис. в жизни. Ты в него веришь, он начинает наглеть, становится эгоистом, начинает вести себя плохо потом. И ты начинаешь рушиться твоя жизнь. Потому что тот ребеночек, который ты верила, что у тебя будет хороший ребеночек, а он тебе приносит подарочки. И ты очень сильно переживаешь. Начинается кризис. А почему подарочки через него пошли? Потому что верить надо в Бога, а ребенка надо воспитывать, потому что он неразумный. вот твоя вера его не воспитает, она его балует. Он что хочет, то и делает, потому что ты не можешь с ним справиться. Если ты кого-то веришь, ты становишься рабом этого человека, служащему, слугой этой любви. он наглеет. Муж обнаглеет. Ребенка ребенок обнаглеет. И дальше идет стресс или конфликт интересов. Откуда конфликт берется? От веры. Неправильной веры. Поэтому самые сильные страдания, которые человек испытывает в этой жизни, они все связаны только с его верой. И есть несколько типов таких страданий. Первый тип, это та сцена, которую вы видели. Это классика жанра. Это в основном у всех людей. Вот это вот любовь. Разрушенное сердце. И человек очень сильно страдает. Второй вариант, это события, которые нас догоняют с прошлого. То есть мы совершили какие-то злые поступки в прошлой жизни. Все нарушения заповедей, измены, кража, насилие, отравление человека, лишение его имущества, дальше клевета, убийство, насилие. Все это, Моисей то, что принес, заповеди. Они все рождают жестокую судьбу. Почему он говорит, вот этого не делайте, ребята, как бы, с ней в башка попадет, больно будет, не надо. Вот. Нет, они лезут, люди все равно, туда, в эту зону. Но желание заставляет. Ничего страшного, обойдется, никто не узнает. Как по телевизору, уже Бог все смотрит. Он все знает. Он здесь вот находится прямо в сердце. Он может и другим показать тоже, он ничего не скрывает. Если ты умеешь смотреть, он тебе покажет, что человек делает. Один мужчина подходит ко мне, говорит, я вот жену себе вернул, она меня бросила, с другом ушла, я молился, все, как вы говорите, прошел три стадии побед над судьбой, жена вернулась. Такая жена рядом тоже стоит, на лекцию пришла, голову опустила. Она осознает свою вину. Она такая, голову опустила. Он говорит, но я просить не могу. Я говорю, сейчас помогу легко. Он говорит, давайте, Олег Геннадьевич, а то я уже мучаюсь, я не могу. Я говорю, жену уведите только в сторону. Она ушла. Я говорю, знаете, когда есть два варианта, как изменяют. Один вариант, говорю, когда человек знает, что изменяют, и он очень сильно страдает, злится. А бывает, что человек изменяет, и никто не знает об этом. Тогда никто не страдает. Он смотрит на меня, говорит, все простил, Олег Геннадьевич. Все как-то простил. Все, кажется, просто. Надо вспомнить свою жизнь и как бы себя сравнить с тем, что ты как бы, мы же в чужом глазу бревно, к соринку замечаем, в своем бревно не видим, все забыли уже. Оказывается, у тебя тоже такой же грешок есть, и просто ты забыл, поэтому не можешь простить. А тут раз, опростил сразу. Поэтому есть жестокая судьба. Это еще одна причина кризиса или конфликта в жизни. Одна причина это неправильная вера. Неправильная вера есть у тебя внутри, значит, придешь к кризису. Веришь в деньги. Есть три вида неправильной веры. Первый вид это человек верит в себя. Это рождает невежественную жизнь. Когда человек верит в себя, ему на всех пофиг. Ему надо быть счастливым, и он кого хочешь, мать родную продаст. Вот. Люди, которые верят в себя, они обычно заканчивают вредными привычками, гулежем, живем один раз, пей, гуляй, веселись. Вера в себя означает наглое состояние, наглое человек. Он может быть очень образованным, развитым. Если человек верит в себя, это его вера, это самая глубокая часть жизни. Человек может быть академиком, может делать добрые дела, но он при этом совести нет. ничего хочет делать в жизни, может бросить виска человека, вообще даже не пошевелится ничего не так. Он говорит, как хочу, так и живу, это моя жизнь. Я как бы ей живу, это моя корова и мы ее доим. Вот. Моя жизнь, я как хочу, так и живу. У меня один раз я живу, все, я пошел, просто полюбил, все, прощаю. До свидания. Вера в себя. Человек идет в ад обычно. Есть вера в успех, или в удачу. Это второй вид веры. Это люди, которые верят в удачу, они смотрят фильмы про успешных людей, как бы все бывает. В этих фильмах обычно, даже если в упор стреляют, ничего не попадает. Я даже видел одну юмористскую, тоже фильм такой юмористический, он копирует остальные все фильмы. и там две бандитские группировки встали вот на таком расстоянии друг от друга и начали друг друга стрелять. Там ругают друг друга, стрелять, ни одна пуля не попала. Стреляют, стреляют, ничего не попадает. Это вот из этих фильмов. Там ничего не попадает никуда. потому что там удача же, они все удачей живут и все. Там ничего умереть невозможно просто. Всегда тебя спасают, все нормально. Вот. Это вера в удачу. Людям надо эти фильмы смотреть, чтобы как-то подпитывать свое желание. Вера в удачу рождает сильное желание успеха. Человек должен упахиваться, он должен сильно-сильно стремиться к успеху. И у человека, который верит в удачу и в успех в жизни, у него он проходит, ну, фактически он верит в земной рай. Думает, что здесь счастье ему на этой земле предстоит. Вот. Поэтому он видит, сженился, он видит, что нет полной любви, значит, нужно следующий человек. Нужно двигаться дальше, потому что земного рая нет, а ты ждал, тебе нужен был рай. Это большинство людей, 90% людей верят в земной рай или в то, что здесь будет счастье на этой земле. И поэтому они к нему стремятся, верят, что счастье означает именно материальный успех, успех в любви земной, успех в отношениях с детьми. то есть человек чувствует счастье настоящее, если дети, любовь к женщине, к мужчине, средства, богатства, все это он считает настоящим счастьем. Но на самом деле веды говорят, что это все нужно для комфортной жизни. Вот у человека есть неопотребность жить здесь на земле. вот дышать надо, воздуха не будет, будет комфортной жизнь. Нет. Вы знаете, там если кислород не поступает, что с человеком происходит, сразу плохо становится. Воды нет, будет комфортной жизнь. Мы даже об этом не думаем, у нас воздух, вода постоянно есть. Хорошо, света не будет, солнце там куда-нибудь слетит, будет комфортной жизнь? Нет. Видите, мы зависимы очень сильно, да? И вот эта зависимость заставляет нас искать счастье в этом мире. Мы постоянно трудимся, постоянно ищем себе чего-то хорошего и ждем, когда же это произойдет. Мы ждем удачи. Это вера в удачу. Иногда человек попадает в ситуацию, в которой все сбывается. Например, человек верит в синюю птицу. Синий цвет, значит, цвет удачи. И он влюбился, и он как бы садится в поезд, который везет его к близкому человеку, и он садится ночью, такое голубое небо, очень чистое, красивое, и там звезда такая голубая сияет, и поезд голубого цвета, короче, такой. и он смотрит на небо иний такой голубой тоже, синий такой иний, и он думает, блин, вообще капец, и он думает, все, мне повезло, у меня удача, впереди. Но удача только у того, кто верит Бога на самом деле. Только в небе в небе в небе И так люди верят, они проходят пять стадий в своей жизни, все эти люди. Первая стадия — стадия веры, оптимизма, энтузиазма. Вторая стадия — сильное напряжение, потому что люди, чтобы удача, они должны много работать, учиться, они верят, что им повезёт, у них будет много денег. Третья стадия — усталость. Четвёртая стадия — надлом, это уже ваши клиенты. И пятая стадия — это или деградация, или человек меняет свою жизнь. Всё, больше никаких вариантов. Ну и как бы можно даже примерно там через стадии, если не все стадии проходить, то первая стадия, сейчас мы первую стадию и третью послушаем песни, тоже песни же есть. Первая стадия. Человек, который проходит этот путь, он не понимает, что счастье, которое он ищет, называется не счастьем, а просто покоем. Вот, допустим, один очень богатый человек ко мне подошёл и говорит, ну у меня всё есть, Олег Геннадьевич, у меня всё классно в жизни. Счастья нет. Я говорю, ну вы и счастья не искали. Он говорит, ну как, я достиг успеха, у меня хорошая жена, дети, у меня богатство, я могу жить где угодно. Счастья нет. Я говорю, вы достигли покоя. Когда у человека деньги есть, он спокойно, хорошая жена, спокойно, дети хорошие, спокойно, хорошая работа, спокойно, достаток, хорошая страна, спокойно. Это не счастье, это успокоение. Алло, у тебя всё хорошо, всё хорошо, ну всё хорошо, спим дальше. Это покой. Ко реку, ко реку царствую людей уже на боку. Как этот мультфильм про царя, там был Иван Царевич, там, это, ой, Змей Горыныч, там, Алёша Попович, там, Илья Мур. Знаете вот эту серию мультфильмов? Там есть мультик один про шмаханскую царицу. Знаете, как он начинается? Царь лежит такой, говорит, что-то скучно. Всё, говорит, что-то хорошо, слишком, как-то скучно. И тут шмаханская царица, короче, появилась скучная, сколько прошла, там, началась всё ложись. Вот. Настоящее счастье связано, вот оно идёт отсюда. Настоящее счастье, это когда вот здесь из сердца появляется такое чистое, светлое чувство, что ты живёшь эту жизнь не зря. Вот это настоящее счастье приходит, потому что Богу нравится твоя жизнь, потому что ты живёшь честно, чисто, правильно. И вот здесь из сердца такое чувство возникает, сильной радости. Это значит, что рай уже тебе помахивает ручкой, как минимум. Понимаете? И даже Бог может показать, где ты будешь жить в следующей жизни. Знаете, люди, почему не боятся смерти? По-настоящему бесстрашие, это не удаль воина. Бесстрашие настоящие приходят человеку, когда он узнаёт уже, где Бог ему местечко приготовил. Мне одна девушка с Украины, которая, там, я не помню, это русская часть или не русская уже. Вот. Её разбомбили ей дом, погибли родственники все, она осталась без работы, приехала в Россию сюда и на лекции у меня, слушал лекции, спрашивает, Олег Геннадьевич, у меня всё отняли, у меня ничего не осталось, нет семьи, детей, мужа, работы, нет дома, где я жила, у меня ничего нет. Она говорит, а я лекции слушала всё время, молилась Богу, занималась духовной практикой. Она говорит, вы понимаете, почему так? Я говорю, я понимаю. А вы понимаете? Она говорит, мне кажется, да. Такая улыбается, смотрит на меня. Я думаю, нифига себе. Ничего себе, человек какой интересный попался. Я говорю, ну и что вы понимаете? Она говорит, меня Бог, наверное, от чего-то здесь освобождает, наверное, что-то мне хочет другое дать. А я прямо увидел то место в раю, которое Бог ей уже приготовил, там домик, уже приготовил ей то место, но для того, чтобы туда попасть, надо от этого всего связаться. Она же философски это не может сделать, она вот привязана, как простая женщина ко всему. И уже всё у ней кончилось, это она такая чистая, светлая, и всё у ней должно кончиться. И Бог раз, и ей всё это земное счастье её освободил. А там домик на небе ей приготовил. Это то, что я увидел. И она подтверждает это. Я ей говорю, она говорит, я так и думала. И улыбается. Представляете? Другой случай. Один мужчина ко мне подходит, говорит, Олег Геннадьевич, вот я, говорит, тоже молюсь, занимаюсь духовной практикой. У меня вся семья такая была. У меня жена такая. Мы никогда с ней не ругались. Дети чистые, светлые вообще. Сначала умер один ребёнок, ушёл из жизни. Потом второй ребёнок. Это всё за короткое промежутное время. Потом жена ушла из жизни. Я остался один. Он говорит, почему? Я смотрю на него, говорю, вы знаете. Он говорит, я знаю. Но хочу от вас услышать. Потому что это знание такое странное. Если человек какой-то скажет со стороны, тогда я поверю. Я говорю, потому что вы все в раю встретитесь. Они вас там втроём уже ждут. И вам тоже это место уже уготовлено. Он говорит, да. И пошёл. Он знал. Уже Бог ему сказал сердце. Настоящее счастье идёт из сердца. Это идёт от того, что человек проживает честно свою жизнь. Бог радуется человеку. Даёт ему чистоту в сердце, глубину. И пока человек Бога верит, не начнёт, пока не начнёт чувствовать вечность в своём сердце. Пока он не поймёт высший смыл жизни, что есть святые люди. Надо их изучать. Вот фильмы про святых людей надо смотреть. И смотреть, как они радовались жизни. Как правильно ко всем относились. Как ничего себе не хотели. Вот. Есть такой фильм про врача. Джузеппе Маскати. Не слышали? Не смотрели? Не смотрели. Посмотрите. Там описывается, как вот врач святой относился к людям. Сам во молодости его жизнь вся. Вот этот фильм. И, ну, врачу понятно. Потому что врач это тот, кто хочет помогать людям. У него в сердце это есть. Но как это может быть у святого человека? Вот это вот очень хорошо узнать. Как это работает в его сознании вообще. И вот он «Кликучь святых» причислен. Очень необычный фильм. И вот много таких фильмов я смотрю, когда вот в самолёте лечу, у меня сил нет, ничего там молиться. Я включаю фильм, начинаю смотреть про жизнь святых. Разных традиций. Мусульманские, католики, православные и так далее. И я чувствую этих всех людей. Я могу... Вот фильм идёт, артист играет, а я человека прямо чувствую. И вижу, как, ну, на самом деле, его святость, чистоту и восхищаюсь вот этим всем. И вот это и есть настоящее счастье, которое неподкупно, недёшево. И оно не кончается, самое главное. Если ты его почувствовал в этой жизни, оно продолжится следующее. Люди, которые богатство достигают, славы, власти, это всё на одну жизнь. Потому что чаще всего человек это не использует правильно. Что деньги человеку Бог даёт для того, чтобы он добрые дела делал. Ну, люди в основном хомячут эти деньги. Или власть тоже даётся, чтобы человек заботился о людях. Ну, люди в основном власть используют для того, чтобы наслаждаться этой властью. Или слава тоже. В основном все славу используют для того, чтобы наслаждаться. Но если человек всё это использует правильно в служении Богу, то это сильно его возвышает. Люди, у которых нет этого всего, они и могут так сильно возвышаться. Они могут, конечно, если просто всю жизнь свою Богу отдают. Есть отречённые люди, у которых ничего нет, вообще ни власти, ни славы. Но у них есть служение Богу. И они тоже возвышаются. Но те, у которых есть деньги, власть и слава, если отдают это Богу, они возвышаются ещё выше. Потому что у них есть искушение. И они его преодолевают только с помощью знания можно преодолеть. Знание означает, что ты понимаешь, что есть два вида счастья. Один вид счастья просто даёт тебе успокоение. Но даже у кошек есть этот вид счастья. Даже кошка, когда она наелась, на солнышке лежит, она такая счастливая, мурлыкает, балдеет. То есть счастье покоя, которым стремится всю жизнь человек. Оно даже животным простым доступно, это счастье. И к ним приходит жизнь по судьбе. Приходит время, и они вот балдеют, лежат. У них всё хорошо на солнышке. Я на солнышке лежу, я на солнышке лежу. Но лежу и лежу. Это счастье покоя. Но счастье, служение, оно очень редкое. И мало кто из людей знает, как человек испытывает какое счастье, когда он хочет отдавать свою жизнь людям, Богу. Он начинает чувствовать по-настоящему природу. Природа, потому что иметь божественную энергию, она божественная природа. Начинает людей чувствовать их чистоту по-настоящему. Радоваться людям сильно. Начинает чувствовать Бога. Это очень необычное состояние. Вот эта песня очень сильно характеризует вот это счастье, которое приходит по-настоящему от Бога. Надо закрыть окно. Ну так, это на провет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова